15 интересных животных и растений новых для Ульяновской области соседних регионов выявлено за полевой сезон учеными-исследователями природы. Они стали победителями конкурса «Находка года». Его итоги озвучили на научно-практической конференции и естественно-научные исследования в Симбирском Ульяновском крае. Коллектив авторов совместно с Центром гигиенной эпидемиологии Ульяновской области обнаружили новый вид вирусов для нашего региона. Эта тема достаточно злободневная, такая страшная, но тем не менее. Флебовирусы так называемые в клещах обнаружили. Это тоже возбудители лихорадок различных. То есть нужно будет иметь в виду в дальнейшем. Огромный такой труд, интересный и очень важный для понимания эпидемиологической обстановки у нас в области. Наибольшее количество открытий сделано кандидатом биологических наук, научным сотрудником Национального парка «Сенгелеевские горы» преподавателем Юлией Волковой в соавторстве с другими учеными. Благодаря ее работе в Сурском зоологическом заказнике обнаружили геморобию серпокрылую – новый вид насекомых в фауне сетчатокрылых Ульяновской области. Она же открыла для нашего региона новый тип беспозвоночных животных – тихоходок. Это микроскопическое животное, похожее на маленького медвежонка. Максимальный размер особей – полтора миллиметра. Представитель беспозвоночных находился во мху, собранном на территории Сурского зоологического заказника. Именно Юлия Волкова стала инициатором исследования фауны реки Симбирки – самой загадочной и необычной реки в Ульяновском крае. У нее есть интересная предыстория. Оказывается, толчком к исследованию послужила книга «Реки озера Ульяновской области». Я ее как-то вечером прористывала дома и думала, у нас остались какие-нибудь, наверное, неизученные реки, там, может быть, еще что-то можно такое подобное поизучать. Я вспомнила про Симбирку. И мне так это ухватило, что я до 4 часов ночи искала материалы, читала, что там может быть. И тут я подумала, что если коллектор построен так давно, то вполне вероятно, что там может быть что-то интересное. В сопровождении диггеров Юлия Волкова исследовала большую часть коллектора реки Симбирка и обнаружила четыре вида брюхоногих моллюсков, два из которых впервые отмечаются в фауне региона, а один – в фауне по Волжье. Кроме того, как оказалось, коллектор является местом обитания еще целого семейства пауков, обычно обитающих в разных скалах и штольнях. Нынешняя Симбирка оказалась похожей на их естественные места обитания. В планах ученого исследование самой старой части Симбирки. И также еще у коллег из Ундр была очень интересная находка сделана. Они нашли позвонки крокодиломорфа, животного, похожего на крокодил, который обитал здесь миллионы лет назад, во времена Мезозойской эры. И у них тоже там свои проблемы есть, потому что этого зверя до вида конкретно определить нельзя. Пока что нет достаточно выборки среди позвонков этих животных, чтобы понять, какой именно это вид. Также в списке находок несколько видов моли и птиц. Все работы ученых в следующем году будут напечатаны и войдут в сборник статей.